В целом бюджет области на 2020 год составит 313,9 миллиардов тенге, что на 11,2 процента превышает бюджет текущего года. Из них 140 миллиардов тенге – это субвенции из республиканского бюджета. Еще 75 миллиардов тенге – трансферты и кредиты, также из госказны. И лишь примерно 100 миллиардов тенге – это то, что Кустанайская область планирует заработать самостоятельно. Сегодня депутаты областного масляхата единогласно проголосовали за то, на что будут потрачены эти деньги. Так, расходы в сфере образования будут увеличены в два раза и составят 48,3 миллиардов тенге. Рост связан с выделением трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы педагогов на 25 процентов и более 4 миллиардов тенге из областного бюджета на проведение текущих капитальных ремонтов и материально-техническое оснащение объектов образования, в том числе. 399 миллионов тенге на вынос котельной в 32 школах, которые находятся внутри зданий и подвалов. 300 миллионов тенге на приобретение компьютерных, компьютеров, лабораторий и программных продуктов для организации образования. Бюджет также возьмет на себя покупку видеокамер для организации среднего и дошкольного образования. Это обойдется в госказне в 187 миллионов тенге. На полтора миллиарда тенге проведут капитальный ремонт пяти школ и индустриально-педагогического колледжа. Здравоохранению области достанется 5,3 миллиарда тенге, из которых 1,4 миллиарда тенге направят медорганизациям на покрытие их расходов. 279 миллионов тенге на проведение мероприятий по профилактике СПИД. На 70 миллионов тенге проведут разработку ПСД на строительство объектов здравоохранения в Кустаная, Тензаринском и Кустанайском районах. К примеру, новой больнице Затобольске. Достанутся деньги и больнице Лисаковска на ремонт патологоанатомического отделения. Расходы в сфере социальной защиты определены в пределах 8 миллиардов тенге и будут направлены на содержание 13 подведомственных интернатов. Кроме того, на капитальный текущий ремонт объектов социальной сферы будут направлены 203 миллиона тенге. На поддержку социально уязвимых слоев населения планируется выделить 2,3 миллиарда тенге, в том числе 1,1 миллиард тенге на выплату государственной адресной помощи нового формата и социального пакета «Дети». 369 миллионов тенге на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей для молодежи, членов малообеспеченных и многодетных семей. 377 миллионов тенге на обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами. 482 миллиона тенге на молодежную практику и субсидирование заработной платы. На строительство жилья и проведение инженерных коммуникаций предусмотрено 19,5 миллиардов тенге, а транспортные инфраструктуры – 32 миллиарда тенге, что на 11,6 миллиардов тенге больше уровня текущего года. На оборону и правоохранительную деятельность – 10 миллиардов тенге. На материально-техническое оснащение Департамента по чрезвычайным ситуациям и его подведомственным государственным учреждениям планируется направить 401,2 миллиона тенге, что на 58,2% больше объема финансирования текущего года. В том числе 242,9 миллиона тенге на приобретение специальных транспортных средств, таких как пожарная автолестница, автоцистерна пожарная, аварийно-спасательные автомобили и другое. 140 миллионов тенге на специальное снаряжение, гидрокостюмы, боевая одежда пожарных. Еще больше, а это 38,8 миллиардов тенге пойдут в сферу сельского, лесного хозяйства, земельных отношений, охраны окружающей среды и животного мира. На культуру и спорт предусмотрены 11,5 миллиардов тенге. На 29 миллионов тенге, к примеру, планируется купить жилья для бронзовых призеров сурдолимпийских игр. При этом эксперты подчеркивают, что это лишь проект бюджета, который составлен на основе прогноза основных макроэкономических показателей. А это размер базовой пенсионной выплаты, минимальный размер пенсии и месячный расчетный показатель. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН.